Покушение, которое сорвалось в Лондоне, арестовали мужчину, который планировал покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Насколько серьезная была угроза и как удалось ее предупредить Светлана Чернецкая из Лондона? Несостоявшийся теракт в центре британской столицы. Уроженец Лондона собирался подорвать Даунинг-стрит-10. Его план был таким. Сначала привести в действие самодельную бомбу возле этих ворот, которые ведут в резиденцию премьера. Потом, воспользовавшись паникой, распылить перечный газ и пробраться внутрь здания. Главной мишенью преступника была лидер британского правительства. Наймур Закария Рахман собирался напасть на нее с ножом, а после ее убийства подорвать себя с помощью пояса смертника. Автор покушения 20-летний британец бангладешского происхождения. Его задержали в результате спецоперации, которую совместно провели полиция, контрразведка Ми-5 и контртеррористическая служба. Во время задержания у Рахмана нашли два набора взрывчатки. Сегодня мужчина предстал перед судом и сообщил, что не признает вину за покушение на премьера. Рахман обвиняет в подготовке терактов, а также в предоставлении помощи 21-летнему британцу Мохаммеду Акибу Имрану. Тот хотел присоединиться к террористам ИГИЛ в Ливии. Имрана тоже арестовали по подозрению в терроризме. В целом, с марта этого года британские спецслужбы предупредили 9 серьезных терактов в стране. Ми-5 и контртеррористическая служба на данный момент ведут более 500 операций. Это на треть больше, чем в начале года. В разработке около 3000 подозреваемых. К тому же, есть еще 20 тысяч человек, которые раньше попадали под следствие и могут опять представлять угрозу. В стране до сих пор высокий уровень террористической угрозы. Это значит, что масштабная атака может произойти в любой момент. С начала года в Британии осуществили 5 терактов. Их жертвами стали более 30 человек. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.